Здравствуйте, дорогие рукодельники! Новогодние праздники подходят к концу. Жизнь возвращается на прежние рельсы. И напоминаю вам, особенно учащимся в моей мастер-группе, что в ближайший вторник у нас с вами начинается продолжение обучения. Пятый курс мастер-группы. Пятый курс посвящается в основном вязанию для мальчиков. Карманом, мужской совершенно чудесный силуэт. Это современное изделие, которое украсит вашего мальчика, подростка, мужа. И второе изделие – это кофта для мальчика. Но поскольку мой мальчик уже совсем не мальчик, кофту для мальчика мы вязали на меня. Вы видите эту кофту. Кофта с капюшоном. Если в джемпере основа – это карман, то в кофте основа – это капюшон. Капюшон цельновязанный. Особенностью является то, что мы с вами найдем подходящий узор на просторах интернета, законвертируем его в уроке, я показываю как, растянем по длине изделия, потому что вы видите, что узор начинается и заканчивается четко на нужных местах. Это тоже нужно уметь. И урок в основном построен на изучении вот этой темы. Как взять какой-то узор и разложить его ровно на ту длину, которая нужна вам для изделия. Чтобы он нигде не перерывался, никуда не заходил, стыковался совершенно четко и в нужных местах. Нужная ширина, нужная длина. Итак, конвертация. Естественно, само изделие с интересными нюансами и моментами, которые тоже хорошо бы знать для тех, кто будет вязать, даже такие простые силуэты. Вшивание молнии. Видите, у меня идет планка, и внутрь планка, окантовка по всему периметру кофты, и в нее вшивается молния. Определяем сами тот размер молнии, который нам нужен. Обрезаем ее, тоже показываю в уроке как. И вшиваем молнию так, чтобы она была вшита в раскол. Никаких пришивных планочек внутри торчащих у нас не делается. Все очень четко, ровно, аккуратно. Итак, пятый курс. Два изделия. Кофта-джемпер для подростка. Отдельный урок создания карманов. То есть, ну, можно сказать, теоретический урок. Мы с вами на этом уроке будем разбирать карманы. Провяжем образцы. Карманы накладные, карманы прорезные. Это тот вопрос, который, как правило, не дает вязать изделие, которое вы хотите, либо тормозит, либо для кармана получается не очень аккуратно. Итак, мы, как обычно, отработаем на образцах, чтобы при вязании изделия уже не возникало вопросов. И шарка. Три шапки на выбор. Вы можете связать все три. Вы можете выбрать одну. Бенни с широкой косой. Ширина косы не ограничена вообще ничем. Вы можете делать косу хоть на всю голову. Очень интересный прием. И мужская шапка с жаккардом. Мы сами рисуем жаккард. В данном случае здесь буква Н. Это первая буква моего имени и инициал. Я взяла ее в программе Книг Стайлер. И опять же обработала под количество рядов, которые я хочу видеть в планке. То есть мы с вами продолжаем работу в программе Книг Стайлер. Рисуем жаккард для кофты. Рисуем жаккард для шапки. Корректируем этот жаккард на нужную нам ширину, длину. И провязываем такие интересные, нестандартные, необычные изделия. Жду вас на пятом курсе. Приходите, будем вязать.